Всем привет! У меня опять ночь, я опять снимаю очередные хвасты. Девчонки, есть что показать? Я сама такая довольная, ну вот просто. Так, начну традиционно с Марьяшкиных украшений. Вот такие я бы купила ей. Кулончики серебряные с эмалью. Такие сладкие. Вот, кто у нас тут. И бабочка, и пингвин, и дельфин, и рыбка. Ну, все знают, их можно и на цепочечку подвесить, и на браслетики по желанию. Вот такие здоровские. Мне что еще нравится, что они двухсторонние. Вот такие хорошие. Ой, такие симпатяги. В общем, это Марьяшкина. Ой, в этом видео я вам покажу то, что купила, то, что подарили, то, что обменяла. В общем, жизнь бьет ключом. Так, следующие покажу сережки. У меня еще такая радость, вроде бы небольшая, но для меня очень значимая. Вот такие у меня появились маленькие сережечки на вторые дырки. У меня прям проблема на эти серьги. В основном на вторые дырочки все гвоздики, а я в гвоздике вот, ну, не устану повторять, что гвоздики я все-таки не люблю. На вторых дырочках тем более не люблю, потому что в них не поспишь. Это надо постоянно снимать, надевать. Ну, для меня, лентяйки, это нет, не подходит. В общем, я попался в ломе, я покупала лом, и мне попались вот такие серьги. Тут были кольца, от чего-то, в общем, они остались вот так. И я попросила Мурада, чтобы он мне кольца тут откусил, отполировал. И очень-очень-очень симпатичные у меня вот такие с маркозитами малюсенькие сережки. Плюс, если уж везет, то везет. Еще вот такие мне сережки попались на вторые дырки. Это я сейчас сняла буквально, чтобы вам показать. Я уже в них влезла. С удовольствием я их ношу. Абсолютно они не мешают. Они такие удобные. Надела и забыла. И практически под все, под все мои украшения, они идеально подходят. Ну, вот так. Так. Благодарю YouTube, девчата, я познакомилась с одной девушкой. Ее зовут Светлана. Она живет во Владивостоке. Мы с ней очень тесно общаемся в последнее время после нашего знакомства. Я очень рада нашему знакомству. Светлана, тебе огромный привет. Диане большой привет передает меня. Вот. И хочу показать сережки. Светлана, я их показываю тебе. У нас оказалось очень много общего. Она как Светлана шутит, говорит, может, мы с тобой близнецы, нас там в детстве перепутали. Ну, как-то. Вот. Очень много у нас общих взглядов и каких-то вообще мыслей. Я очень рада нашему знакомству. Вот. Вот такие сережки. Очень они сладкие, очень классные. На каждый день вообще незаменимая вещь. Вот так они выглядят, Светлана. Чтобы ты знала. Так. Единственное, что я не могу привыкнуть к разнице во времени. Я просыпаюсь. У нас 6 часов разница. Я просыпаюсь. Мы немножко там буквально пообщаемся. И все уже, да. Как бы у Светланы день прошел. Скоро вот я снимаю. Она уже скоро будет просыпаться. Так. А сейчас покажу сначала другие сережки. Вот такие еще серьги мне удалось купить. Мне так нравится эта модель. Очень как вот они выполнены. Ну, правда, гвоздики. Ну, что уж делать. Вот. И я вам скажу, я так жалею, что это не комплект. Потому что как кольцо вообще смотрится бесподобно. Но я посмотрю. Я пока поношу их как сережки. А дальше посмотрим. Я не ручаюсь, что они останутся, как было задумано. Ну, пока пусть будут как сережки. Колец, слава богу, достаточно. Ну, сережки, в принципе, тоже. Ну, в общем, посмотрим. Теперь переходим к тому, на что я обменялась. Наташа, теперь привет уже тебе. Наташа показала мне вот такие серьги. Ей удалось купить неизвестно где. У нас, знаете, так, кто где покупает, никто никому секреты не открывает. Вот. Смотрите, какой адуляр, какая у него юридизация. Девчонки, это нечто невероятное. Это я их еще вживую не увидела. Не видела, только на фотографии я увидала. В общем, грохнулась в обморок. В общем, начала конючить Наташа, что делать. Спасай. А на годовой поменяемся. Я хотела для Марьяши. Для Марьяши они, конечно, велики, естественно. Для меня они маловаты. Для меня они слишком такие нежные. Такие вот прям ми-ми-ми. Вот. И я хотела Марьяшки. Когда уже Марьяша станет такая барышня. И, в общем, мы с Наташей пришли к консенсусу. Такому взаимовыгодному, я думаю. Наташа мне, значит, эти сережки. Я уж не буду говорить, на что мы поменялись. Как-то не считаю это удобным. Вот. Эти сережки, значит, Марьяшки. Я не могу налюбоваться на эту красоту. Наташа, спасибо тебе огромное. И я тоже не осталась без своей доли, скажем так. Эти сережки я обожаю. Эти я уже отложу тогда. Вот. Эти сережки делал, кто бы вы думали, Мурат. Вот. И более того, когда Мурат Наташа их отдавал уже готовые, вот, я при этом присутствовала. Так получилось, что у нас была такая, знаете, назначена общая встреча. Я, Наташа и Мурат. И вот тогда он отдал ей эти сережки при мне. Ой, они мне так понравились. У нее, значит, вот с таким агатом он мне тогда при мне отдал. И еще у него, у нее такие же сережки с муховым агатом. И с чем? С нефритом еще, по-моему, да. Наташа у нас такими серегами богата. Вот. И мне так понравились они. И при обменивающем Наташа предложила эти мне сереги. Но она предложила вариант. И я сразу уцепилась за эти. Потому что мне нравится форма. Мне нравится вот то, что камни мне подходят под мои сердоликовые бусы. Которые я не так давно приобрела с гранатами. То, что винтажные. Если помните, в предыдущих видео показывала. В общем, и вот так. Они смотрятся очень здорово в надетом виде. Но как-нибудь я, когда буду снимать уже примерку, я вам покажу. Вот такая вот работа Мурада. Очень интересная. Сережки. Так. Следующая будет вот такая цепочка. Я очень люблю эту вязку. Она такая короткая. Мне кажется, это самый короткий вариант. Ну, существующих стандартов. Да? Вот для цепочек. Ну, вы знаете, такие цепочки всегда бывают нужны. Вот. Даже не то, что всегда. Но иногда вот так кинешься. А-а-а. И нету. А тут уже как бы кинулась. А-а-а. И есть. Вот. Я люблю эту вязку. Я люблю. Не могу я запомнить. Я сколько раз смотрела там. И видео смотрела. Но. Как бы тут помню, там не помню. Ну, вот такая цепочка. Потом я купила очень удачную реплику Тиффани. Ну, мне так кажется, что она удачная достаточно. Вот. Тут номер. Год. Вот. Все положено. Ну, хорошая такая цепочечка. Знаете, просто. Тоже пусть будет. Она тоже не длинная, но очень приятная. Это тоже Марьяша идет в закрома. Так. Теперь я покажу очень интересную покупку. Девочки, я уже говорила. В последнее время я с маркозитами очень сильно подружилась. С украшениями из маркозита. С маркозитами вернее. Вот. И в последнее время, вот если мне попали, не попадается, я покупаю, как бы уже. И мне попалось очень интересное украшение. Такого еще я не видела. Не знаю, возможно, у девочек у кого-то есть, но мне не попадалось. Вот честно. Первый раз мне попалось. Это вот такое колье. Колье-чокер. Оно, конечно, не как совсем. Вы знаете, на шее-то гать и все. Нет. Но оно не ложится. Вот. Оно как-то вот так вот на шее. Сидит очень четко. Тут были некоторые потери в камнях. Вот. Но я говорила в прошлый раз, что я там с колечка так пощипала маркозиты. И вы не поверите, вот тютелька в тютельку у меня хватило, чтобы восстановить это колье. Все. У меня как бы запасы маркозитов такие очень скудные закончились. Но вот что интересно, я же говорю, вот прям вот все до последнего камушка. Я так рада, что у меня вот все камни, вот все потери я восполнила. И что у меня хватило камней. Но при этом даже ни один лишний у меня не остался. Очень красивая вещь. Очень интересная. Для меня, по крайней мере. Я уже все это дело закрепила, как обычно, бесцветным лаком. Я этот сапон так и не нашла. Нет у нас его здесь. Ну, меня очень выручает бесцветный лак. Так, покажу следующий. Браслет его я купила сегодня буквально. Вот такая покупка. Это скань. Это турецкое украшение. Здесь обозначено. Есть цветочек, как ни странно, присутствует. Как на других моих сканных браслетах. Но он отличается. Вот я вам сейчас покажу. Есть больше чем сравнить. Вот здесь на цепочке, на цветочке стоит проба. И написано Турция. Сейчас, возможно, даже я это смогу вам. Вот, тюрьки продемонстрировать. Кстати, не помню, я сказала или нет. Эти сережки, они тоже турецкие. Вот эти сережки. Тут тоже проба. И написано Тюрьки. Ну, в общем, вот такой браслет. Он очень нежный. Это мне сегодня совершенно случайно я его купила. Удалось вот так. Он небольшой. В сравнении вот с этим. Это подарок. Подарок моей Ильнуры. Мы вчера ходили тусить с Марьяшкой, с Ильнуркой. Мы ходили в мол. Марьяш в зуме тусила. А мы с Ильнуркой, в общем, там зажигали по магазинам. Потом перекусили. Ну, в общем, у нас такая была встреча, как обычно наша традиционная. И Ильнура преподнесла мне вот такой презент. Где купила, что купила, не признается. Представляете, девчонки? Она говорит, ну ты же любишь. Мне, говорит, попался, я тебе купила. Самое интересное, что Ильнура вообще к скане равнодушна. Девчата. Она даже не то, что равнодушна. Она ее не любит. Она ее тупо не любит. Я не понимаю, до меня не доходит это. Что я хотела вам показать, сравнить. Здесь серебро очень такое вот. Даже вот сейчас от того, что вспышка, но все равно разница так не ощущается. Но я вам скажу. Этот браслет, по сравнению с этим, вот очень блеклый. Я планирую отдать его Мураду немножко на полировку. Потому что серебро тут какое-то... Вот я говорю, из-за вспышки оно кажется еще таким более-менее. Но оно на фоне этого очень сильно проигрывает. Именно по своему внешнему, по внешнему виду серебра. По его обработке, скажем так. Этот браслет, конечно. Чудо чудное. Диво дивное. Ильнура. Алла разоса. Спасибо тебе, подружка. Видите, какая у меня подружка? Вот такая. Самая лучшая. Вот. Очень красиво здесь сделаны вот эти все детали, цветочки. Красивый браслет. Покажу уже оборотную сторону тоже. Мне как скань в руки попадает. Я готова с ней вот так вот играться целыми днями. Ваше время тоже отнимаю. Но вы меня уж простите. Так. Следующим покажу вот такое кольцо. Я его забыла показать в предыдущем или пару видео назад. Я не помню. Оно у меня уже какое-то время. Я его забыла вам показать. Сегодня, когда я ковырялась, доставала, что мне... Я не все, как бы обычное, то, что новое покупаю, я сразу в сторону откладываю, чтобы не путалось. А сегодня что-то я не все. Там, Марияшина доставала, еще что-то доставала. И вдруг у меня... А! Доставала вот этот браслет. Я его вчера убрала уже в шкатулку. Вот. Вот этот браслет доставала. И вдруг мне это кольцо. Я думаю, а я же его, по-моему, не показывала. Или показывала. Девочки, вроде не показывала. Если показывала, извиняйте. Ну, кстати, вот это кольцо, на нем, по-моему, будет видно. Видите, какая разница? Вот тут она видна. Вот этот браслет, где он? Вот он такой же блеклый. Вот как и это кольцо. Это, кстати, тоже турецкое. Там внутри есть обозначение, что кольцо турецкое. Вот здесь стоит у него проба. Вон она. Вот. Ну, в общем, вот тут у него проба. Сейчас. Вот здесь. А вот тут мне удалось прочитать, что это Турция тоже. Так, девочки, мне попался такой кулон. Это что-то очень старое. Сделанное прям вот вручную, вручную. прям вот видно. Единственное, что у него здесь небольшая такая потеря. Мурат, правда, не работает вообще со сканью абсолютно. Но я ему показала, так фотографии отправила. Он мне сказал, что Вилха, здесь ничего такого страшного нету. Я, говорит, сделаю вот такую косичку. Здесь просто, вот видите, вот такой завиточек добавлю. Я вам признаюсь, ну, это наш Айпара. Как бы месяц и восьмиконечная звезда. Это исламский знак. Традиционный как бы символ. Если кто не знает, в общем, Айпара полумесяц и вот еще раз повторюсь, как восьмиконечная звезда. Здесь в центре гранат. Вот. Кулон этот носится вот так. Девочки, я теперь не знаю. Я его отложила. Во-первых, сначала я его отдам Мураду, естественно, на восстановление. Мне не нравится здесь категорически вот эти цветочки. Не знаю, почему. Мне не нравится, но я думала даже их убрать, но я боюсь просто вот нижняя филигранная часть, вот она повредится. Поэтому уже придется их оставить. Вот. У меня была мысль вот так вот вот это все убрать и носить его вот так, как обычный кулон. Просто на хорошую такую цепочку повесить и носить вот так. Но я не тороплюсь. Единственное, что мне нужны будут хорошие цепи купить, одинаковые, если я хочу его носить вот так, как подвес, как он должен выглядеть. Но мне почему-то кажется, что это часть чего-то, часть колье. Мне кажется вот так. Мне кажется, что это не автономный кулон. Здесь что-то должно быть. Это обломок чего-то. У меня такое четкое ощущение. но вот так теперь он у меня будет сам по себе. Вот так он сделан. Вот. Здесь пробы нигде нету. Это ручная работа. Но насчет того, что это серебро, никто не сомневайтесь. Это проверено ювелира. Куплено у ювелира. Ну в общем вот так. Так. я купила замечательные просто сережки. Это 925 проба тоже. Они так сейчас чуть позвеню вам. Вот. Швензы буду менять, как обычно. Ненавижу эти швензы. Я просто еще дому рада не дошла. Это тоже из последних покупок моих. Вот такие классные колоритные сережки в таком этническом стиле. Здесь одна конечно. Ну ладно еще. не важно. Ну вот. Вот такие здоровские серьги. Черненые серебром. Кайф. Единственный минус конечно это швензы, как обычно. серьги такие знаете, тяжеленькие такие, ох, и вот такие вот нелепые. Ну в общем, ладно. и последняя покупка на сегодняшний вечер. Это очень интересное вообще что-то. Я упорно искала информацию. Я перерыла кучу сайтов, кучу фотографий, но единственное, что мне удалось найти, это нечто похожее. Сейчас я вам покажу. Девочки, это вот такие серьги из старинных монет. Вот этот символ я нашла египетская монета, очень старая, бейш-куруш, вот как она обозначена. Там вот этот символ и вот этот. Вот здесь вот то, что звездочки полумесяц, этого нету, здесь другой ободок совершенно. Естественно, отсутствует вот этот рубин и задняя сторона тоже другая. Здесь что-то на арабском. Если кто-то мне подскажет, я буду очень признательна, очень. эта часть тут уже стоит пробы, это естественно уже сделано, изготовлено позже. У них очень длинные швензы, длинный такой крючок. Я так подозреваю, что это лазурит, но это мои подозрения всего лишь. Сейчас, девчонки, я их так выложу красиво, потому что они с моим сломанным пальцем красиво. Ну, уж как есть. Ну, это как будто сова. Смотрите, сова с такими глазками. Девочки, вы такие необычные сережки. Я сама их не чистила. Они вот как есть, так и есть. Просто слегонца их помыла, чтобы смыть чужую энергетику. Знаешь, что творится с яркостью? Вот. Не с яркостью, а с резкостью. Вот. Можно одну так. Но это явно монеты. Вот это, конечно, я так думаю, что припаяно естественно. Вот. очень, мне кажется, это ценная находка, я так считаю. Опять-таки, на мой взгляд, и переубедить меня в этом, наверное, сможет только профессионал. Ну, вот, я же говорю, я посмотрела очень много сайтов, нумизматиков, все такое, но вот единственное, я нашла вот эту символику. Просто я написала там уже монеты и такие, сики, и арабские, и иранские, какие угодно я писала. и в итоге вот в каком-то одном из поисков у меня вышло просто в антикварных монетах что-то такое вот у меня вышло вот такая вот египетская. Я, если честно, хотела, у меня на телефоне просто я скрин сделала, я хотела перекинуть на другой телефон, показать перед видео, но девочки, я что-то этот как-то не очень хорошо подготовила, скажем так, но ой, я вам говорю, что вот так и есть. Очень такая покупка для меня, не знаю. вот важная. Я что-то как-то загляделась и забыла, что хотела сказать. Не то, что забыла, что хотела сказать, забыла, что вообще говорить надо. Я вот уже на них любуюсь пару дней и всё, налюбоваться не могу. Я вчера Эльнури их показываю, не выдержала отнесла ей показать. Она говорит, да, интересные серёжки. Я говорю, они красивые. Она говорит, что у них красивые? Они, говорят, некрасивые. Я говорю, как некрасивые? Она говорит, нет. Они, говорят, вообще некрасивые. Да, они интересные. Я говорю, а для меня они именно красивые. Вот они в моём вкусе. Вот они это красивые, интересные само собой. Она говорит, нет, а мне, они вообще не нравятся. Да, интересные, безусловно, за всё, но, но могут они некрасивые. Вот я это если о вкусах. У нас с Альнура вообще вкус абсолютно разный. Совершенно разный. Сколько она моих украшений видит. Она, знаете, как-то говорит, не то, не то, не то, не то. Такая, ладно, пойдет опять. Не-не-не-не-не. А, да, красивая. Опять, что это? Ой, нет, а что это? Вот так вот у нас с Альнуркой. Так и живем уже более 20 лет. Кровь мою пьет. Я быстро только это расскажу и все. У нас когда было 10 лет дружбы, я пришла к ней и принесла ей маленькое такое молочко, как для сока бывает, с трубочкой. Она говорит, это что? Я говорю, это тебе подарок. Она говорит, в смысле? Я говорю, в том смысле, что на производстве, я говорю, за вредность дает молоко, да? Я говорю, с тобой 10 лет дружим, ну вот тебе я задолжала за свою вредность. Она говорит, ну ничего себе. Я говорю, что ничего себе? Я говорю, ты вообще-то мне эту сторону молока должна. Я говорю, если что, за 10 лет. Она говорит, какая ты наклая принесла? Мне малюсенькую такую коробочку. А мне, я говорю, тебе цистерну должна. Я говорю, ну конечно, ты же сама вредность. Я говорю, я с тобой дружу. Я говорю, день за два у меня идет. Ты что? Да, и в общем, теперь уже 25-летие будем отмечать скоро. Она мне говорит, ну что ты мне подаришь? Я говорю, в смысле что? Я говорю, ты мне еще молоко у меня отдала. Я говорю, подожди. Ну в общем, вот так шутим. Ладно, девочки. Это видео я заканчиваю снимать. Сейчас в догонку сниму еще одно короткое видео. Я наконец-то забрала кое-что у Мурада. Я очень рада. И я вам сейчас это покажу. Не хочу в одно все это мешать кучу. Ну вот так, девчонки. Как всегда, желаю вам всем всего только самого доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Продолжение следует...